Микс Ньюз. Каждую среду в полдень на Радио Балком. Да, афиша у нас всегда начинается со среды. Подробный обзор культурных событий в мире классической музыки. Бывает ли какой-то день, когда нет ни одного концерта классической музыки? Включено. Да, невозможно. Приглашенные в студию музыканты. Какую программу подготовили для наших рижских слушателей? Секреты профессии. Во время игры подумать так, ногу надо подвинуть подальше, потому что иначе я не попаду просто-напросто на этот дом. То, что происходит за сценой. Вот это за кулис, то, что там происходит. Боже мой. Все это в программе «Культурная среда» с Еленой Приваловой Эпштейн на Радио Балком. Ходите на концерты классической музыки. Добрый день, уважаемые слушатели. Это программа «Культурная среда». И вот Елена Привалова Эпштейн в студии. Добрый день. Добрый день, дорогие радиослушатели. Добрый день, Олег. Ну и у нас сегодня очень интересные гости. Мы поговорим о музыке Баха. И с нами профессор Академии имени Язапа Витала, клавесинистка, главный организатор фестиваля «Оборочной музыки» Иоганна Себастьяна Баха Айна Каунцема. Здравствуйте. Здравствуйте. И также помощница, организатор этого фестиваля Виктория Трофимова. Добрый день. Нам помогает Евгений Копеин за звукорежиссерским пультом. Ну и давайте поговорим о музыке. Афиша, афиша. Вы знаете, на самом деле, не случайно сегодня наш гость Айна Каунцема со своим баховским фестивалем, который откроется в ноябре. Но на самом деле бах начнет еще звучать раньше. 12 октября в Старой Церкви Святой Гертруды состоится мой сольный концерт. Открытие цикла «Все органные сочинения Иоганна Себастьяна Баха». До этого в Латвии такой цикл представляла Евгения Лисицына. Она в течение трех лет исполняла в Домском соборе все произведения Иоганна Себастьяна Баха. У него их огромное количество. И стоит отметить, что у Баха настолько ровная музыка, что можно почти каждое произведение причислить к ряду шедевров. Откроет программу 12 октября. Это будет сольный концерт. Конечно же, там будет раннее сочинение Иоганна Себастьяна Баха, токката и фуга, ре минор. Но также будут и поздние сочинения, например, к Люде Фуга до минор. Это лейпцигский период и лейпцигские хоралы. И вот этот цикл будет опять-таки растянут на три года, потому что концерт будет звучать один раз в месяц. И организаторы меня также попросили добавить ансамблей. Поэтому концерты вот именно такой длительности. Потому что не всегда есть возможность собрать полный зал именно на органную музыку. И поэтому еще и захотелось мне, чтобы слушатели познакомились не только с органной музыкой Иоганна Себастьяна Баха, но и с камерным творчеством, но сольным. Так в ноябре Ирина Валикжанина исполнит сюиту номер один для виолончели соло. И также у нее в руках все шесть сюит, и постепенно за три года она также познакомит наших слушателей с этим циклом. Юрий Савкин исполнит сольную сонату для скрипки соло. Только представьте, да, то есть мы привыкли уже, что сочинение для органа соло – это норма. Иоганн Себастьян Бах и орган. А не все знают, что Иоганн Себастьян написал огромное количество произведений для самых различных инструментов соло. Фортепиано соло – это понятно, а вот скрипка соло, виолончель соло, более того, флейта соло. И как раз флейта соло будет звучать в феврале. Приедет замечательная исполнительница на флейте Траверса Дарина Аблогина. Она окончила Московскую консерваторию, а сейчас проживает в Германии и обучается высшей школе музыки в Штуткарте. А в январе такой вот будет исполнять, также мы исполним сонаты для флейты и клавира. Клавир – это емкое значение клавесина и органа в то же время. И на флейте будет играть Елена Иванова-Летягина. То есть вот так один раз в месяц будет всегда звучать бах. Но концентрированный бах у нас будет в ноябре и в декабре. И как раз сегодняшняя наша гостья Айна Канцема, директор фестиваля Иоганн Себастьяна Баха в Риге, которому уже 19 лет. Представляете, 19-й фестиваль. Это сколько нужно иметь и усердия, и выдержки. И не всегда, я уверена, что за эти 19 лет получалось привлечь государственные фонды для финансирования. То есть вот на протяжении 19 лет служить искусству такому замечательному фестивалю. И вот Айна Канцема, профессор Академии музыки Язапа Виттела, расскажет нам об этом фестивале. Добрый день. Здравствуйте. Ну, я со своей стороны полностью соглашаюсь с Ириной, что эти 19 лет – это работа огромного труда и энтузиазма, скажем, тоже. Не без этого. И порой казалось бы, ну всё, всё, я уже кончаю этим делом, больше не хочу, потому что это столько отнимает. Но когда фестиваль заканчивается, и все артисты довольны, и публика просто счастлива, тогда я думаю, нет, наверное, стоит продолжать. Но, конечно, безусловно, очень многое зависит от финансов, как мы все знаем. К сожалению, культура, культурные мероприятия, это во всём мире так, не является самоокупаемым. Хотя бы потому, что если я буду сама играть только, и моя соседка там кто-то, вот только студенты там, всё, тогда, конечно, это дёшево. Причём я могу играть бесплатно, скажем, и так. Но тогда кто же придёт, в конце концов, слушать? Ну, послушали один раз, и всё. А моя цель была, когда я создала этот фестиваль, привозить из Европы, не только из Европы, я приглашала из Москвы, из Петербурга, приглашать музыканты высокого класса, который будет показывать своё мастерство, то есть дать возможность рыжеской, а не только рыжеской, скажем, публике Латвии живём. Услышать вот эти творения, которые несколько, даже много из них, которые я пригласила, являются мировыми звёздами. Кто в этом году принимает участие в фестивале? В этом году мы открываем с замечательным оркестром барокко из Брюсселя. Это... Ле Муфати. Да. Лес Муфати. Лес Муфати. Ну, они... Все оркестры, в этом тоже нет исключения, в этом случае, они все уже завоевали признание в Европе. Они все постигли высокое мастерство, профессиональное игре на старинных инструментах, потому что, скажем так, 90% артистов, которых я приглашаю, они, даже если они не представляют музыку Иоганна Себастьяна Баха только, они тоже привозят музыку композиторов барокко этого периода, скажем, 17-18 век. Они все играют на инструментах этого периода, то есть барочных инструментах. Объясните нашим слушателям, что значит инструменты барочного периода. У нас бывали гости, которые играют на барочной скрипке, например, Виталий Шестаков, и это инструмент, во-первых, немного меньшего объёма. Да? Да. Ну, во-первых, звучание очень отличается, и приёмы игры очень отличаются, потому что у старинных инструментов, во-первых, не было этих металлических струн. А какие струны у них? У них были струны жильные. Жильные. И на нём, ведь так не сыграешь, скажем, как теперь в концерте Чайковского скрипачка играет какой-то трель, может играть три минуты, да, на одном смычке. Это было невозможно, потому что, нажимая смычок, звук очень быстро гаснет. И приходилось много раз менять смычок вниз, вверх, вниз, вверх. И он покороче ещё смычок. Покороче, да. И из-за этого звучание какое-то было, ну, совсем другое, да? Очень сильно отличалось. Очень сильно. А скажите, вот этот оркестр, который приезжает, какой его состав? Ведь для многих наших слушателей, когда слышат слово «оркестр», сразу представляют себе симфонический оркестр. Но ведь барочные оркестры – это, можно сказать, как камерные ансамбли. То есть, наверное, две-три скрипки, пара виолончелей. И виолончели или там играют на гамбах? Как в этом ансамбле? Вы знаете, как правило, гамба – это инструмент 17 века в основном. Это король, можно сказать, король 17 века – это виола да гамба. Причём виолы да гамбы были очень разные. Маленькие, побольше, ещё побольше. Да, да, да. Целое семейство. Да, было с пятью струнами, шестью, даже с семью струнами эти гамбы. Но гамба, а потом уже в 18 веке появился виолончель барокко. Барокко-вилончель. Без шпиля. Да, без шпиля, да. Который держали вот так, между коленами зажать. Да, получалось, многие исполнители, которые играют на барочных виолончелях без шпиля, они говорят, что ты вибрируешь вместе с этим инструментом и являешься как будто частью этого инструмента. Но сейчас я знаю, что многие всё равно даже барочные инструменты, барочные виолончелисты всё равно играют со шпилем. А как в этом оркестре? Они играют со шпилем или без? Не знаете? Хочу немножко заметку у вас. Мировая звезда, мега-звезда, это Жорди Саваль. Если вы, может быть, многие слышали это имя, потому что Жорди Саваль приезжал и играл на моём фестивале четыре раза уже. И вот что интересно, что он говорит про свою виолу да гамба, про свою гамбу. Он говорит, гамба – это часть меня, это живое существо. Я всегда, когда её беру в руки, я с ней поговорю, посоветуюсь, обласкаю. Я никогда не могу так просто оставить её всё. То есть вот это заметка к тому, что вы сказали. А если насчёт Ле-Ми Форти, там, вот тоже вы правильно сказали, это ансамбли. Только они бывают… Ансамбль солистов. Да, побольше или поменьше. Но в этом случае их много, их 16 человек. Как камерный ансамбль, получается. Музыка, да. Но это уже называется как оркестр. И там, конечно, барочные скрипки, барочный виолончель. Виолончель потому, что они исполняют музыку баха. А это уже 18 век. Это барочный виолончель, да. Духовый инструмент есть там или только струнный? Да, тоже будут духовые инструменты, габой. Барочный габой, да. Барочный габой. И будет два солиста, вокалиста. А, ещё вокалисты. Да, потому что в программе кантаты баха. Какие? Кто помнит? Номера не вспомню точно. Но их программа вся называется «Липстерьезу». Одна из этих кантатов. А, я, понятно. Да, да. И это солисты сопрано, бас, контратенор. Один контратенор. Вообще, можно сказать, у нас в рамках фестиваля уже выступало 4 или 5 хороших контратеноров. Ну, это прекрасно. Не считая нашего местного тенера, латвийский, это Егер. Сергей Егер. Он опять в этом году принимает участие? В этом году другие. А вот когда приезжают такие ансамбли, у вас нет желания самой с ними поиграть на клавесине? Или всегда приезжает, так сказать, свой клавесинист? Ну, вы знаете, во-первых, я настолько занята во время нас в фестивале. Как организатор, да? То есть это… Но я сделала исключение два года назад. Приезжал из Польши, камерный ансамбль, скажем, но большой ансамбль уже как оркестр. Арте де Саунатори. И тогда я с ними играла концерт Баха. Прекрасно. Как солистка уже. Дополню еще один, что в прошлом году к нам приезжал коллектив Вилда Гамба Лево Азюмен. Лево Азюмен. И профессор выступал с их солистами в бирже. Понятно. Они также дали мастер-классы, кстати. Они очень инициативные. Они дали в прошлом году даже мастер-классы, дали возможность поиграть на этих древних инструментах. Это проходило в доме Бенцендорфа. Я как раз и хотела спросить, в рамках вашего фестиваля не организуете ли вы еще мастер-классы для Академии? Да, организуем. То есть это не только для Академии, это для всех, для музыкальной школы. Вообще с улицы могут прийти послушать. Разные бывали, в том числе на большой надзывчивости или как это использовался Алексей Любимов. А, это московский профессор, профессор Московской консерватории. Да, он приезжал тоже на моем фестивале 4 раз. Последний раз он был в 12-м, нет, в 17-м году. Ну, уже прошло. Да. И он 4 раза, причем первый раз он играл на клавесине, потом он играл на клавикорде, потом он играл на... Хаммерклавире, наверное. Хаммерклавире. И потом он... Нет, я ошиблась, на клавесине он не играл. Ошиблась. Он играл на Стейнвей, на Стейнвей концерт давал в Доме черноголовых. Это очень давно, это самый первый был. И, да, и потом он играл на клавикорде. Я его уговорила. Я говорю, ты мастер, ты играешь на это, сыновей Баха сыграю. Ой, это было просто незабываемо. И потом он играл на Хаммерклавире, и последний раз он играл в музыкальной академии на рояле тоже. Концерт. То есть они всегда... Он действительно, его любят все, кто его помнит. Я напоминаю, что это программа «Культурная среда». И вот во второй части программы мы обязательно можем принять и ваши звонки. 67212-93-9, 67213-93-9. Сегодня вот мы говорим о фестивале барочной музыки Ягана Себастьяна Баха. В нашей студии директор этого фестиваля, профессор академии имени Язапа Виттала, Айна Каунсиема, и также помощник организатора Виктория Трофимова, Елена Привалова-Эпштейн, ведущая программы. И вот сейчас, буквально через пару минут, мы продолжим. Продолжается программа «Культурная среда». Я напоминаю, что в студию ведущая Елена Привалова-Эпштейн, также профессор академии имени Язапа Виттала. И руководитель, директор фестиваля барочной музыки Баха, Айна Каунсиема, и также Виктория Трофимова из организаторов. И, может быть, вот действительно мы сейчас попросим рассказать вот о программе, в какие дни, в каких залах можно будет услышать какие концерты. Ну, вы уже слышали, я рассказывала про барочные оркестры из Брюсселя, Ле Муфати. И они открывают в этом году фестиваль 5 ноября в Малой гильдии. И хочу просто заметить, что Малая гильдия – просто идеальное место для таких концертов. Там акустика потрясающая. Замечательная. И тоже вся атмосфера, и дизайн. И все артисты, которые приезжали, просто как в один голый, что этот зал замечательный. Ну, и следующий концерт в этом же зале прозвучит сольный концерт пианиста Рейны Заринш, который уже известный, в Латвии очень известный, очень хваленый. И целая программа произведений Баха на рояле. Затем мы, как говорится, чисто Баховскую программу заканчиваем в этом году. На открытии тоже будет только Баховская программа. Там будут две кантаты, да? Или одна кантата? Это на открытии. На открытии. Кроме кантата еще что-нибудь будет на открытии? Да, бронтенбургский концерт третий. И будет еще произведение Граупнера. Понятно. Вот это и есть этот концерт для Габоев. Да. А вот Заринш будет играть на рояле какую программу? Ну, он играет партиту, он играет итальянский концерт, он играет сюиту английскую. Ну, так, по-серьезному. По-серьезному, да. По-серьезному. Ну, вот. И потом следующий третий концерт, 23 ноября, прозвучит в Кулдыге. Кулдыге очень музыкальный город, очень интересуется культурой. Там много концертов. И они делают один раз в год, то есть через два года они делают конкурс Давидова в Илончеле. Да, да, да. Который привлекает очень много иностранцев. Это 23-го. И туда мы поедем, такой квартет, скажем, да. Двое из Латвии, это я на клавесине. Мой друг и коллега Айнарс Паукшенсен, он как раз на Виола да Гамбо будет играть. И будет... Агнешка Кулевская. Я, Агнешка Кулевская из Австрии, она теперь живет в Австрии. Она на барочной скрипке. И последний, как такой интересный момент, из Новой Зеландии, Волфганг Кремер с рекордер, то есть... Ну, как это русский? Ну, как блокфлейта. Блокфлейта. А, блокфлейта, да. Блокфлейта, да. Вот такой квартет. Не сложно ли вам сыгрываться? Ведь фактически, кроме вашего коллеги, все музыканты из разных стран. Ну, вы знаете, с одной стороны, я привыкла. Я привыкла играть с иностранцами, очень много играю. И мы никогда не сидим и не репетируем неделями. Или там. Мы просто уже знаем. Это... Да, музицируйте сходу, да. Мы знаем каждый свой репертуар. Мы приходим. Одна репетиция, ну, плюс еще полрепетиции перед концертами. Достаточно. Да, это мы... Так что, я думаю, что в этом плане тоже так будет. У нас есть звонок. В студию я попрошу гостей надеть наушники. Здравствуйте, добрый день. Представьтесь, пожалуйста, и ваш вопрос. Добрый день. Будьте добры, я не поняла, когда будет открытие ваше фестиваль и где? Слушаем. Да, пожалуйста. Будьте добры, где будет открытие ваше фестиваль? Ваше фестиваль и где? Открытие в фестивале 5 ноября в Малой гильдии в 19 часов вечера. Так, простите, а вот как там билеты достать? Потому что как... Да, конечно, билеты, это я бы сказала в конце, билеты все били Шупара Диза. А, спасибо. Ну, в принципе, перед концертом тоже можно достать. Ну, мне кажется, так как Малая гильдия и достаточно небольшой зал, конечно же, лучше билеты покупать заранее. И информация, наверное, есть еще на сайте, да, у вас сайт есть или в Фейсбуке? Конечно, конечно, есть, да. Ну, как у нас сайт? У нас новый сайт в разработке пока что еще, правильно, но действует старая страница, www.music.lv и дробь и бах фестиваль. Ну, основная пока это действие в Фейсбуке, все происходит в Фейсбуке, все можно проследить. Ну, есть вот этот www.music.lv, продольная черта, бах фестиваль. Это сейчас действует. По каким словам найти в Фейсбуке вашу страничку? В Фейсбуке, наверное, бах мьюзик фестиваль. Бах мьюзик фестиваль, да? У меня вопрос к профессору, как раз ведь ваш фестиваль, вот нетрудно как бы вычислить, ровесник 21 века. Вот если придаться каким-то воспоминаниям, что вас побудило начать этот такой вот путь, который в следующем году отметит уже 20-летний юбилей? Да, значит, в 2001 году как раз я решила начать фестиваль как таковой. До этого я устраивала небольшие, очень небольшие концерты в историческом здании Рейтерна-Намс, если кто вообще знает, это в Старой Риге. Сейчас там ночной клуб, извините, к сожалению, но там было удивительное место такое, место для культуры, для выставок. И я там устраивала такие очень небольшие концерты. И там и прошел первый концерт фестиваля. Но потом я поняла, что надо оплачивать как-то дорогу, если иностранец. Потом аренду они стали запросить за зал, и откуда взять такие деньги. И я решила переделать и начать по-новому как фестиваль. И это уже дало мне возможности пойти и писать проекты, что вот для фестиваля. И вот как-то дорога открылась поэтому. Вы рассказали о третьем фестивале в этом году. Какие еще концерты предстоят в рамках 19-го фестиваля? Да, после 23-го, следующий концерт будет 29-го ноября. Ну, тоже я могу пригласить слушателей слушать музыку. Просто в исключительно красивом и акустически замечательном зале. Это музей Ригасбиржа. На четвертом этаже есть зал портретов. И там идеальное место для небольших, очень небольших коллективов. И в этом году, там 29-го ноября, выступит двое итальянцев, уже очень проминентных, знаменитых. Это тоже один клавесинист. Массимилиано Фарадчо. И блокфлейтист Стефано Баглиано. Да, блокфлейти. И они, вот в основном у них в программе итальянская музыка 17-го века. Это то, что очень хорошо подходит для блокфлейти, эта музыка. Ну, и последний концерт у нас 1-го декабря. Это уже мы перемещаемся в музей истории пароходства, который рядом с Домским собором находится. Там тоже замечательный зал. Это, надо сказать, что это самый первый мой зал, когда я переместилась из дома Рейтера. Я его, собственно, я открыла. Он только что, его отремонтировали. И я сказала, вот давайте я вот здесь сделаю концерт фестиваля. Очень замечательная акустика. Кстати, там и Уткины выступали вместе со мной в этом зале. И там будет в этом году, 1-го декабря, концерт нашей очень известной пары пианисты «Четыре руки» крающие. Это «Антра» и «Норманс Викснес». Вот они опять обратились к Баху в своём творчестве, но не только. Но Баха, они находят аранжировки произведений Баха, аранжировка современников, скажем, это не современники, это уже 19 века, композиторы, которые любили Баха и сделали такие аранжировки. Скажите, почему именно Баховский фестиваль? Почему не просто фестиваль старинной музыки? Что для вас Бах? Поскольку я сама, когда училась в Петербургской консерватории как пианистка, я решила параллельно пройти и органный факультет. Не знаю, это необъяснимо, что-то меня тянуло уже в то время к старинной музыке, тянуло меня к музыке Баха. И я скажу, что я этого сделала, наверное, правильно. И теперь, когда меня спрашивает, как вы можете определить музыку Баха вообще, что это такое, что она нам даёт? Я обычно говорю, что она как гомеопатия. А она, вы не замечаете? Вы, может быть, и не хотите, но она лечит вас. Она лечит вас духовно, она обогащает вас духовно. И, в принципе, я всегда об этом согласна была. Стремитесь ли вы в вашей программе, вот Баховский фестиваль, исполнять произведения, например, каждый раз новые? Ведь у Баха такое количество произведений более тысячи. И я даже не могу себе представить, сколько нужно времени, чтобы исполнить все произведения Баха. Есть ли такое, чтобы вы стремились каждый раз давать что-то новое? Или, в принципе, это не является вашей задачей на фестивале? Нет, это не является моей задачей. И мне кажется, что это даже очень интересно для слушателей, вот послушать, как Баха интерпретирует, скажем, французский какой-то оркестр, как Баха интерпретует германский, немецкий. Нет, я имела в виду, например, оркестровая свита Симинор, самая знаменитая, или Ре-мажор. Да, её много раз играли на моём фестивале, но всегда же артист по-другому вкладывает. А какие ваши, как клавесинистки, самые любимые концерты Баха? Вы играете концерты сами? Я играю, да. Фа-минорный, ра-минорный часто играла. Большой ра-минорный, 1052, да? Да, конечно, да. А расскажите нашим слушателям, как вы пришли к клавесину? Конечно, у нас бывают в студии органисты, так как я сама органистка, вот, и часто спрашивают, ну как можно прийти к такому инструменту? Клавесин ещё более экзотический инструмент для наших слушателей, более тонкий, мне кажется, можно сказать, даже рафинированный, изысканный. Как вы пришли к клавесину? Ну, я вам скажу так, что когда я закончила консерваторию петербургскую, вернулась в Ригу, и зашла, был тогда на Кальчу улицы, теперь там ничего нет, я не знаю, что там происходит, был зал камерный, и нашла в одном углу запылённый, какой-то страшненький клавесин, который был не копья, как сейчас все играют на копьях, да, во всём мире, ну, где барокко исполняют, а вот старинного образца. Да, ну, то есть в советское время мы закупали у Германско-демократической республики, мы закупали, эти были сделаны в мебельной фабрике, то есть там был только сам принцип, вот, дёрганье струны, маленький, скажем так, ну, пёрышко, дёргать струны, это принцип, как страна, да, как звук, для извлечения звука, да, для извлечения звука, и принцип был, остальное всё было ужасно, но мне что-то привлекло, что-то мне очень привлекло, и мои коллеги тогда говорили, чего это возле соседей, это бренчание, одно бренчание, больше ничего, может быть, так и было в то время, но я как-то влеклась, и потом нашла мыслящие едина, и мы стали какие-то ансамбли пробовать, и всё, и потом у меня удалось поехать учиться, именно клавесину на Западе, на разные страны, и, конечно, сейчас копии, имеют совершенно другой звук, они просто, их можно слушать и слушать. На каком инструменте будет использоваться на концертах, на вашем фестивале, какой клавесин? Клавесин – копия образца 1761 года, мастер-бланше французский, очень хороший инструмент, который принадлежит мне. Ну вот, я его использую. Я его использую тоже для концертов в моих студентах, в том числе Виктория тоже выступала, играла в своё время в доме Менцендорфа. Да, март месяц, день рождения Баха, это стандартный месяц, когда наши студенты идут и играют просто свободно, для всех посетителей дома Менцендорфа, они выступают, это для них повод обыграться, потому что они учатся на клавесине, это хорошая практика, плюс можно послушать вживую этот инструмент. Своего рода Мекка, я понимаю, всех поклонников музыки Баха, это немецкий город Лейпциг, или Лайпциг, как его немецко названо. Лайпциг, да, Лайпциг. Вот, может быть, несколько слов о архиве Баха. Вы видели, были там, общались? Да, конечно. Я вот этот знаменитый фестиваль Баха в Лайпциге, который проходит, я там бывала на фестивале неоднократно, можно сказать, у меня там тесная связь, как директору здесь фестиваля, они очень, скажем, рады, конечно, что вот в Риге есть тоже фестиваль Баха, все такое. И, ну, они, я думаю, что заслуженно гордятся там материалов, вообще в архиве, конечно, уникальные. И этот Томас Кирхе, который Бах работал, много лет, ну, там всегда, в этом Томас Кирхе всегда открывается очередной фестиваль. Ну, вот, кстати, вы спрашивали, все ли произведения, ну, вот, Баховский фестиваль в Лайпциге, они каждый год играют одни и те же там «Страсти по Матвею», «Страсти по Иоанну». То есть, это без конца, это всегда, но там есть, конечно, другие. Нет, ну, конечно, «Страсти по Матвею», «Месса», «Симинор» – это произведения, которые шедевры, которые, естественно, каждый год исполняются. А здесь вот мой вопрос заключался именно в том, что камерной музыки «Виоганн Себастьяна Баха» огромное количество. Да. И, наверное, всего марта не хватит, как вот у вас проводится в Миссиндорфе, чтобы сыграть, например, камерную музыку Баха, да, то есть, это действительно огромный пласт музыки, который можно исполнять постоянно. И мне, например, как музыковеду, как органистке всегда задаюсь вопросом, есть ли другой композитор, в честь которого можно делать такой фестиваль, и который будет актуален каждый год. Вот ваш год, у вас 19 лет проводится фестиваль. Я думаю, что Моцарт. Но Моцарт – это всё-таки оперы больше. Не только. Но всё равно как бы вот такого количества. Очень много камерной музыки. Столько пиано-концертов, да, у него. Ну, концерты в том-то дело. Концерты, столько сонат, столько для скрипки. Наверное, пожалуй, действительно, это может быть Моцарт. Моцарт, да. Будете делать второй фестиваль с Моцартом? Хорошая идея. Спасибо. Спасибо. Кстати, Моцарт почти обделил у нас органистов и написал минимальное количество лишь для органа часов, да, то есть там фантазия фа-минор и только вот интересно и то, что сонаты для органа, двух скрипок и виолончели у него есть. А вот я не знаю, есть ли у него что-то для клавесина у Моцарта? Ну, как? Ну, извините, в это время, конечно, во времена Моцарта ещё клавесин не ушёл в это, в забытие, как говорится, не похоронили его. Это, конечно, появился хаммер-клавир, то есть молоточковое, да, и можно сказать, что, конечно, Моцарт увлёкся молоточковым роялем. Петриана, да. Но, когда он был маленький, он тоже играл на клавесине, да, и его самые-самые первые сочинения можно замечательно играть. Я сама играла его домажорный концерт, который он написал в возрасте шести лет, да, и на клавесине он замечательно просто звучит. Так что, в общем, второй фестиваль у нас будет с музыкой Амадея Моцарта. Да, это действительно уникальный фестиваль, который стоит посетить с конца, с начала ноября до первого декабря. Ну, а в принципе Иоганн Себастьян Бах прозвучит также 12 октября. Я ещё раз приглашаю на свой концерт в старую церковь Святой Гертруды, где открывают цикл все органные сочинения Баха. Будут исполнены его все и начиная от малых оральных прелюдий органной книжечки и заканчивая грандиозными произведениями такими как Пасакали на 15 минут и, наверное, одно из самых масштабных произведений Иоганн Себастьяна Баха это органная месса так называемые клавирные упражнения номер 3, где Иоганн Себастьян Бах в начале прелюдиями бемоль мажора, затем целый цикл как богослужения и в конце феноменальная фуга на 3 темы. Но я вас поздравляю, если вы это все это огромнейший труд. Это огромный труд, да, конечно, но, тем не менее, это очень интересно, это и вызов, и самой себе, и, конечно, мне хотелось бы познакомить нашу рижскую публику со всем творчеством именно органным Иоганна Себастьяна Баха, и концерты будут проходить, кстати, в разных церквях, это не только старая церковь Святой Гертруды, также будут концерты в церкви Святого Иоанна, Яне Базнице, Англиканская церковь, и Домский собор, и то есть можно орган, Иоганн Себастьяна Баха будет услышать на самых разных органах. Конечно же, в Латвии есть один инструмент, на котором было бы интересно послушать творчество Иоганна Себастьяна Баха, но я не знаю, насколько можно туда завлечь нашу аудиторию именно рижскую, это церковь Уголы, да? Да! 1700 года, орган, когда Иоганну Себастьяну Баху было всего лишь 15 лет, был построен потрясающий образец барочного органного строительства, это потрясающий инструмент и звучит, и более того, он в превосходном состоянии, потому что за ним следит органный мастер, наверное, единственный, один из лучших в Латвии, Янис Калнич, правильно? Калнич. Калнич, да. Вот такая у нас сегодня замечательная передача была посвящена Иоганну Себастьяну Баху, и представляете, 19 лет проводится фестиваль благодаря энтузиазму, профессора Латвийской Академии Музыки Айне Канцеме, которая, помимо того, что его организует, является директором фестиваля, идейным вдохновителем, и более того, она клавесинистка и сама принимает активное участие в этом фестивале. Спасибо вам. Спасибо большое. Большое спасибо. Всех еще раз приглашаем на фестиваль, и до новых встреч. До новых встреч. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok